Всем привет! Сегодня снова гайдик по поводу суицида, так сказать, уже дополнение. После того, как вы произвели суицид, у вас падает Secure Status или сокращенно SS. Что же с этим делать? Что это такое? Как его поднимать обратно? Все в этом гайде расскажу. А сейчас давайте выберем победителя с прошлого гайдика. Итак, Роман победил нас и с его ником Квин Евангелина. А, Королева Евангелина, походу так. Проверяем, Королева Евангелина. Астарка, все верно. Ну все, Роман, лови свою Астарку. Ну а мы продолжим насчет Secure Status. Итак, что такое Secure Status? Это вот вы, когда заходите в свою иконочку, здесь вот показывается ваш статус. У нормальных игроков он начинается от 0-0 и идет в плюс. У игроков типа как меня, суицидника, он обычно уходит вниз. И даже если навести курсор на Secure Status, здесь сразу выскакивает подсказочка, что статус безопасности полиция сверхдержавы будет атаковать во звездных системах со статусом безопасности не ниже 0-9. То есть я сейчас нахожусь в периметре. Secure Status 1-0. И что же, собственно говоря, должно произойти, если я выйду на корабле? Ну, собственно говоря, вот то, что и должно с вами будет произойти. Полиция вас просто-напросто уничтожит. С низким Secure Status можно находиться в системе, но совершенно недолго. То есть вы можете переварпать с одной системы в другую. За это время вас полиция не атакует. Игрок со статусом минус 2 и ниже будет атакован в системах 1-0. Игрок со статусом минус 2 и 5 будет атакован в системах 0-9. Игрок со статусом минус 3 будет атакован в системах 0-8. Игрок со статусом минус 3 и 5 будет атакован в системах 0-7. Игрок со статусом минус 4 будет атакован в системах 0-6. Игрок со статусом минус 4,5 будет атакован в системах 0,5. Игроки же со статусом минус 5 становятся вообще вне закона. И могут быть атакованы не только Конкордом, но и любым другим игроком. Что же делать в этой ситуации? Есть, конечно, два варианта. Первый самый простой, но и самый затратный. Это просто пойти на рынок, в товары. Дальше идентификаторы безопасности. И вот здесь как раз находятся вот эти самые таги, которые нам нужны для того, чтобы поднять наш секьюр статус. Второй вариант полететь и самому их нафармить. Их можно нафарить на билтах в лоу секах. 0,1, 0,2, 0,3 и 0,4. В 0,1 у вас будут выпадать таги Clone, Solder, Negacent. Это самые первые и самые основные таги, которые вам понадобятся для отмывки первой минус 2 секьюр статуса. В лоу секах 0,2 вы сможете фармить таги Transport. Они вам понадобятся, чтобы поднимать свой секьюр статус с минус 5 до минус 2. Дальше таги Recruiting, которые можно будет нафармить в лоу секах 0,3. Они вам помогут поднять секьюр статус с минус 8 до минус 5. И последние таги Clone, Solder, Trainer. Они помогут вам поднять свой секьюр статус с минус 10 до минус 8. И они уже будут в лоу секах 0,4. Все NPC, которые нужно будет фармить в лоу секах, будут с приставкой Clone. Купили вы таги или нафармили, собственно говоря, что же дальше делать? А дальше самый простой вариант. Заходим в информацию Clone Solder, тага любого абсолюта. И здесь есть кнопочка показать отделение службы контроля соответствия. Ее нажимаем, переходим на карту. И вот здесь отмечены все точки, вот они рыженькие, где можно будет вам поднять свой секьюр статус. Вот у меня ближайшая точка, это вот Джан Аджиты. Все станции, на которых находится служба для того, чтобы поднять секьюр статус, находятся в лоу. Так что будьте аккуратны, когда туда полетите. После того, как вы прилетели на станцию, есть такая кнопочка Concordic. Нажимаем ее и у вас появляется вот такой вот рисуночек. Двигаем до самого упора нашу стрелочку, но она окрашивается в красный. Непонятно, что же такое, почему не работает. Все очень просто. Ваши таги нужно выгрузить на склад. И только тогда все заработает. Один таг отмывает 0.5 секьюр статуса. Плюс за каждый пункт отмывки вы платите еще и налог 6 миллионов. У меня 4 пункта, 4 тага. Помимо того, что я заплатил таги, я их покупал. Мне еще нужно заплатить 24 миллиона. Сейчас у меня секьюр статус минус 1.7. Меняем бирки и вуаля. Вы законопослушный гражданин. У вас 0.3 секьюр статуса. И по скриптам. Совсем еще забыл сказать, что за каждый выстрел по другому капсулеру у вас опускается секьюр статус на минус 0.2. Но если вы убьете капсулу, ваш секьюр статус упадет просто в дно. Пример, как у меня вот здесь. Корабль убит, корабль убит. И вот здесь вот был убит капсула. И как видите, прям вообще в днище ушло. Поэтому будьте аккуратны. Но как-то так. Не забывайте ставить лайкосики, писать комменты. Ну все, пока.